друзья всем добрый день на связи максим петров ну что дождались начну с этого да то есть очень много обещал наверное кто-то уже и ждать перестал и отписался даже но все-таки каким образом заработать следующие 12 месяцев то есть как лично я вижу ситуацию в текущий момент и как бы я распределил давайте сразу расставим кому это не подходит да то есть в этом видео не будем касаться глобального рынка мы не собрали еще 500 комментариев до чтобы разбирать глобальный рынок по поводу америки трактовки обложки журнала экономист мы вот в этом видео говорили соответственно можете посмотреть на что я ожидаю по глобальному рынку в первую очередь американскому поэтому это видео не посвящено глобальному рынку потому что я считаю слишком высокими инфраструктурные риски то есть не не глобал только россия вижу слышу вздох и просто кто-то уже выходит из видео ребят кстати зря потому что будем говорить и краткосрочные долгосрочные какие есть потенциал именно исходя из того что мы говорим про россии поэтому это не глобальный рынок раз это для людей которые живут на территории россии это для людей которые не собираются куда-то эмигрировать и мы будем говорить про валютную составляющую но валютную составляющую это больше как jealousy не к нивелировании позиции связаны с тем что разница в валютных курсах которые происходят в россии у нас идет стабильность абили стабильность стабильность а потом бах два раза рубля услугла рублю доллар доллар два раза дороже потом опять уже стабильно стабильность обезли опять в два раза почему это происходит потому что накапливаются разницы Есть инфляция внутри России, есть инфляция в Америке. В Америке условно таргетируемый уровень 2%, в России находится в районе 10-12%. Вот и вся эта разница инфляционная в инфляционных рисках, она как раз таки накапливается, в определенный момент просто рвется и доллар непосредственно летает. Эти инфляционные риски, вот в этом видео мы говорили про инфляцию, мы говорили про то, что инфляционные риски, мне без разницы, что будет с рублем или что будет с долларом, потому что реальные активы позволяют эти нивелировать риски инфляционные в долгосрочном периоде. Поэтому мы смотрим только на российский рынок. И третье, чтобы сделать некую такую разумную диверсификацию, чтобы минимизировать риски, вы должны понимать, что она подойдет с объемом активов где-то в районе 100-200 тысяч рублей. Потому что, в первую очередь, это связано с валютными рисками, потому что, когда мы говорим про замещающие облигации, то есть минимальный лот, то есть вы не сможете купить меньше, чем эквивалент 1000 долларов. Опять же, 1000 долларов, курс 90, ну окей, может быть 80 будет. 80 тысяч рублей, все, у вас только 100, 80 тысяч, 80% у вас ушло в один актив. Нарушается ключевой принцип диверсификации по портфелю. Но почему написал 100? По одной простой причине, потому что все-таки для кого-то как минимум до марта 2023 года валютный риск, я его не считаю чрезмерно высоким. То есть бояться того, что вдруг доллар улетит на 120, 150, 200, я бы не стал об этом говорить. Потом в дальнейшем, да, ну есть такие определенные риски, но опять-таки они компенсируются. Компенсируются механизмами, которыми мы непосредственно владеем. Раз, два, не обязательно эти риски загрывать через, например, замещающие облигации, про которые я сказал. А можно это делать, например, через фонды на золото, да, то есть которые торгуются в России, которые покупают реально физическое золото. Цена на золото привязана к доллару. Соответственно, курс доллара пересчитывается. Таким образом, если вам нужно иметь прокси на доллар, то вы можете через золотые фонды, да, там, этот прокси себе устроить. Итак, вот, кого касается, да, давайте, ребят, соответственно, двигаться по темам, что лично я планирую. Я говорю о своей позиции, да, то есть в настоящий момент у меня получается где-то порядка 30% этой акции. Я не буду говорить, какие конкретно акции, ну, то есть при прочих равных условиях в акции вы можете купить индексный фонд акций. 70% это консервативные инструменты. Почему так мало акций, давайте вот я объясню. И вот это, вот если говорить какое-то определенное там тактические шаги, то есть эта история, включительно первый квартал 2024 года. 2024 года или, да, что наступит раньше, или по курсу доллара, да, ориентир это где-то район 80-85. То есть, если вдруг происходит такое, что раньше первого квартала курс доллара становится 80-85, эта часть меняется. Ну, происходит ребалансировка и, соответственно, расскажу во что. Если говорить про консервативную часть, что для меня является ключевым и почему мало акций, постараюсь тоже объяснить. Ключевым для меня является то обстоятельство, что, ну, как я уже говорил, да, в декабре будет повышение процентной ставки. Повышение процентной ставки в конечном счете приводит к тому, что ставка безрисковой доходности начинает расти. Начинает расти доходность облигаций. Получается, что если я, например, являюсь акционером, то для меня нужна альтернативная доходность, которая превосходит доходность безрискового инструмента. А безрисковый инструмент, всегда ориентиром по безрисковому инструменту, выступает доходность десятилетних облигаций. То есть, если в текущий момент доходность 10-летних облигаций находится на уровне 12%, а Центральный банк повысит процентную ставку до 17%, то есть доходность может вырасти где-то в район 13-14 10-летних облигаций, то получается, что мне находиться в акциях не слишком рискованно по сравнению с теми доходностями, которые мне предоставляют инструменты с фиксированным доходом. Почему консервативная часть такая высокая? С одной стороны, ее много, но всегда исторически получается так, что консервативные инструменты это облигации с постоянным купоном, облигации с переменным купоном, то есть облигации это инструменты денежного рынка, у которых доходность, она к инфляции отрицательная, то есть они приносят меньшую доходность, чем реальная инфляция, которая происходит. Я говорил уже о уникальности текущей ситуации в том, что если опять-таки мы увидим доходность по облигациям федерального займа в районе 13-14%, то долгосрочно такая доходность надолго не бывает. Центральный банк пойдет по пути снижения процентной ставки, как только замедлится инфляция, а для меня будет зафиксирована доходность. И соответственно, когда будет снижение процентной ставки, опять же снижение процентной ставки, причин для того, что это нужно будет делать, тоже в предыдущих роликах было сказано достаточно много, это приведет к тому, что снижение процентной ставки приведет к тому, а я буду иметь фиксированную доходность, достаточно привлекательную на длительный промежуток времени, б я начну дополнительно сверху зарабатывать на падение доходности облигаций, потому что сами облигации начнут расти в цене. Я буду с этого получать доход, сопоставимый с доходом в акции. А у акций идет обратная история, когда повышается процентная ставка, они зарабатывают меньше, они становятся непривлекательными с позиции ДИФ доходности. Опять же, что нам будет показывать? У нас высокая процентная ставка и краткосрочное укрепление рубля, связанного с административными ресурсами со ставкой ЦБ, будет приводить к тому, что будут пересматривать параметры, сколько заработали экспортеры компании в четвертом квартале, сколько они заработают в первом квартале 2024 года, сколько они заработают во втором квартале 2024 года. И фактически получается, что когда будут смотреть на ожидания по доходности экспортно-ориентированных компаний с четвертого квартала 2023 по второй, третий квартал 2024, из-за того, что курс, скорее всего, будет снижаться, сползать постепенно, у них, соответственно, будет уменьшаться размер выручки, у них будет уменьшаться размер прибыли, которую они непосредственно получают. И это будет в том числе влиять на таргет прайсы, на целевые уровни по этим компаниям. А у нас рынок на 80% является сырьевым. Поэтому рынок может подпросесть, и просесть может процентов на 20-30 в таких условиях, потому что у вас есть альтернативная доходность, она привлекательна. Садимся там, начиная от простейших инструментов LQDT, накопительных счетов в банках, заканчивая облигациями с переменным купоном, плавающим купоном. На валютных инструментах вероятность прибыли какой-то не очень высокая, потому что рубль будет укрепляться, и лучше получать в консервативных инструментах. Почему по-прежнему остаемся в акциях? Акции это точечные покупки. Опять же, в идеале, если вы хотите посмотреть на портфель моих детей, я, соответственно, это привожу в проекте «Миллион за восемь». Есть бесплатный мастер-класс, вы можете к нему присоединиться вместе со мной, покупать акции, ссылочка внизу под данное видео. Обязательно проходите, смотрите, я буду рад делиться с вами этими сигналами. Опять же, не безвозмездно, да, это платно, чтобы мы там понимали, что я за это беру деньги, и это тоже нормально. Поэтому, если интересно, какие акции, welcome, буду вас там ждать. Продолжаем. То есть, валютная составляющая в ближайшие полгода не столь интересная. Дополнительным фактором, который будет на это влиять, мы говорили про то, что The Economist, предвыборный год, снижение процентной ставки, печать долларов. Как смотреть на, что будет с глобальным рынком, американский в том числе. По-прежнему, как-то странно, да, комментарии не набраны. Посмотрите то видео, вот ссылочка на него, да, и оставьте там комментарии свои. Нужно набрать для того, чтобы посмотреть на глобальный рынок. Мы возвращаемся в российский. Поэтому сейчас, краткосрочно, да, до выборов лучше ориентир на рублевые консервативные инструменты. Акция объяснил почему. Потому что акции могут подвергнуться некой коррекции. Если акции российских компаний упадут на 20%, то на весь портфель они обеспечат убыток 6%. Получаются консервативные инструменты, они, соответственно, в рублях позволят обеспечить 6% просто купонной доходности. Ну, да, если облигации 12% несут, купоны, да, то за полгода там порядка 6% они обеспечат. Доходность может быть еще выше. И опять-таки, будут уже ожидания снижения процентной ставки и доходность может упасть, да. То есть мне, в принципе, консервативные инструменты таким образом полностью компенсируют риск просадки. Причем большой просадки, 20-30% просадки по акциям. И мы не берем валютную переоценку, да. То есть валютная переоценка, текущий курс доллара где-то в районе 92-93. Соответственно, еще за счет валютной переоценки у меня будет часть компенсирована. Вот такое простое распределение. Что можно сделать, опять-таки, к чему я могу призвать? 70% консервативная часть. Ребят, у нас есть подобранные облигации, которые можно включить в портфель на уровень консервативной части. Мастер-класс бесплатный тоже находится в описании под данным видео. Можете получить. По акциям миллион за 8. Изучите, какие акции сейчас есть, какие акции покупаю и буду продолжать покупать. Можете присоединиться, если у вас цель создания капитала. День Х, когда заканчивается первый квартал, проходят выборы или же доллар достигает этих значений. Что происходит? Происходит кардинальный пересмотр позиций, то есть увеличение доли акций до 60%, 30% золота и 10% остается в облигациях. Причем облигации преимущественно со постоянным купоном, потому что они выкуплены по привлекательной процентной ставке, постоянный купон. Очень широкими мазками, ребят. Я не могу в рамках YouTube канала расписать все по полочкам. Стратегия. Почему? Объясняю. Потому что к этому моменту акции сами по себе могут упасть процентов на 20-30. В этот момент курс ниже 80, он может быть в моменте, опять же может быть, не факт, что произойдет, может быть, уведется в моменте на уровень 75-72. Но это не точно, да, то есть тут никто вам этого не скажет. Поэтому имеет смысл пересмотреть, почему, опять же, возникает вопрос. Российский рынок преимущественно акции-экспортеры, привлекательный валютный курс. Опять же, государству с высокими государственными расходами слишком крепкий рубль тоже не нужен. Может быть, административно там отменят ограничение продажи валютной выручки, да. Курс доллара опять может пойти непосредственно расти. Если курс доллара будет расти, как реагирует на это российский рынок ценных бумаг? Ребят, ну посмотрите просто на индекс российский в этом году. Наложите для себя два графика, ладно, бог с ним, сам наложу, покажу вам, да. Курс доллара и что происходит с российским фондовым рынком. То есть, если курс доллара растет, российский рынок в космос полетел. Доллар падает, соответственно, российский рынок падает. Опять, если я говорю и ожидаю, что российские реакции могут упасть на 20-30%, вопрос 80-85 к 90-93, как относится, сколько это процентов падения? То есть, если курс 93 и падение, например, на 20%, то это курс 75. Почему я и говорю, да, что могут привести куда-то, там, доллар может прийти в район 75 и рынок коррекции на 20%. Прекрасно будет себя чувствовать консервативные портфели в рублевой зоне. Акции, золото, облигации с постоянным купоном. Облигации будут хорошо нести доход. Снижение процентной ставки Центрального банка позволит здесь фактически, но мы уже рассматривали эту схему, просто там удвоится за три года этот инструмент. Золото. Почему золото? Потому что привлекательный валютный курс. В этот период времени, скорее всего, начнется смягчение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах Америки. Там конец первого, начало второго квартала. Смягчение денежно-кредитной политики приведет к тому, что золото 80 рублей за доллар, да, и цене золота, например, 2000 долларов, 2000 умножить на 8, получается 16 тысяч, да, 16 тысяч рублей цена тройской унции будет. Соответственно, если курс доллара в дальнейшем в России будет укрепляться, там, условно, опять-таки, в район 100, и тройская унция будет стоить в районе 2500-3000 пунктов, это, получается, 25-30 тысяч рублей. По сути, тоже удвоение золота, да, то есть на горизонте в полтора, ну, от полутора до двух лет. Ну, и акции. Акции российских компаний, да, дивидендная доходность, произошедшая коррекция. Отличный вариант, да, потому что акции, в том числе, будут защищать не как от валютного риска, так это от процентного риска. Это о стратегии на 12 месяцев. Оставьте комментарий, как вам стратегии, какие видите слабые стороны. Обожаю ваши камушки в мой огород, просто от души, ребят. Для меня это создает больше, дает энергии, поэтому вот открывайте свои ворота и вперед, да, все, что вы по этому поводу думаете. Готов слушать, воспринимать без проблем. Теперь о некоторых неочевидных вещах, я люблю говорить о последствиях третьего порядка, почему все-таки российский рынок может быть привлекательным. То есть, первое, оно вытекает из того видео, которое еще не записано, но просто вы же никак комментарий не наберете к нему. По поводу глобального рынка акций, что делать. Так вот, суть заключается в том, что мы можем сейчас войти в глобальный цикл, связанный с ростом ценно-сырьевых товаров. И рост ценно-сырьевых товаров, российская компания экспортно-ориентированная, продаем сырьевые товары. Это, в первую очередь, рост цены на сырье. Если будет рост цены на сырье, я вас уверяю, что любой экспорт, который сейчас занимается Соединенные Штаты Америки, например, в Европу, энергоресурсов, он просто закроется. Потому что цены будут столь высокие, что не будут давать вывозить ни сжиженный природный газ, ни нефть с территории Соединенных Штатов Америки. Самим нужно будет, да. Тем более, если еще будут зажиматься регионы, геополитика будет достаточно высокой. Поэтому вот этот вот сырьевой суперцикл будет приводить к тому, что вплоть до того, что даже если не снимут санкции с России, но, по крайней мере, будут обходить истории, связанные с лимитом цен на сырой мир. Это первая история, да. Продукция, которую продают, она номинально вырастет в долларах. А доллар номинально крепится к рублю просто потому, что бюджетное правило, и бюджет таким образом пополняется. Поэтому это сырье. Вторым фактором является то, что, как я говорил, да, повышение процентной ставки центральным банком, ставка ЦБ. Второй показатель – это ставка ЦБ, которая будет, опять-таки, повышена в декабре 2023 года, но в дальнейшем, я тоже объяснял, ее придется понижать. Но это необходимо для того, чтобы экономика взбодрилась. Соответственно, снижение процентной ставки приведет к обратному движению, который мы наблюдаем в настоящий момент. А именно, ставки по депозитам снизятся, привлекательность депозитов упадет, и тогда возникнет вопрос, что привлекательность депозитов упадет, а люди будут думать, какие есть альтернативы. И эти альтернативы, опять-таки, смысл в том, что к этому моменту, за следующие 6-8 месяцев, облигации будут просто конфетками. И поверьте мне, через полгода, 8 месяцев, да, будет очень много рекламных объявлений. Вас просто забросает информация о том, как прекрасно отработали фонды облигаций. Все банки, у которых есть дочерние управляющие компании, инвестиционные компании, они все к вам придут, и вы не сможете не услышать, как прекрасно было инвестировать, если бы вы полгода назад инвестировали в облигации, какие бы вы получили сейчас доходности. И суть в том, что вы подписаны на канал, а если не подписываетесь, то подпишитесь. И вы на этом тоже заработаете. Потому что абсолютное большинство людей, они будут уже в хвосте бежать, вы уже схватили эту историю и непосредственно на этом заработали. Поэтому получается, что ставка центрального банка будет снижаться, и опять же задачи у банков будут стоять в том числе на привлечении финансирования, чтобы клиенты не выводили деньги. А чтобы они не выводили деньги, да, то в этом случае им нужно будет предлагать какие-то альтернативы. Этими альтернативами станут инструменты с фиксированным доходом. Там будет очень много посылов, что это надежно, что посмотрите, какая же прекрасная доходность. Вы в любой момент можете забрать без потери процентов. И если мы вам уже, извините, уж как банк не можем такую ставку предложить, потому что вы же понимаете, центральный банк снижает, то в облигациях еще такую доходность можно удержать и можно уловить. И это, соответственно, приведет к тому, что те средства, которые поступят в конце 2023-го, начале 2024-го года, все эти годовые бонусы, все эти премии, все эти привлекательные ставки по депозитам, которые будут, они, соответственно, на фоне снижения процентной ставки начнут плавно перетекать или в рынок облигаций, или на рынок акций. Снижение ставки центрального банка, в свою очередь, приведет к тому, что снизится ставка без рисковой доходности. Снижение ставки без рисковой доходности приведет к тому, что станут привлекательными акции. А что произойдет с акциями? Выручка по итогам 2024 года будет прикольная, а цена акций, которая будет сниже от текущих значений процентов на 20-30, приведет к тому, что у них уровень дивидендной доходности будет 15-16% плюс по дивидендам. Произойдет обратная тенденция, то есть если повышение процентной ставки будет негативно влиять на акции, а позитивно будет влиять на облигации, снижение процентной ставки приведет к обратной тенденции. И значительная часть вот этих вот средств, которые лежат на банковских депозитах, на вкладах, на накопительных счетах, она начнет туда непосредственно перетекать, какая-то часть конечно же пойдет на потребление, на рост импорта, на рост курса доллара. А у нас что? А у нас экспортно-ориентированные компании, которые заработают на том, что курс доллара вырастет. Поэтому ставка центральным банком является ключевым, да, то есть почему при вот этих параметрах там 75-80 рублей за доллар нужно будет переворачиваться, перекладываться в акции. Потому что они становятся привлекательными. Сниженная процентная ставка, привлекательная доходность акций. Третья история обусловлена тем, что порвали шаблон, назовем это так. А порвали шаблон, суть его заключается в том, что начиная там с 90-х годов, когда происходила приватизация, закрыты аукционы, образовывались новое акционерное общество, появлялись крупные собственники российских компаний. Там, соответственно, получалась такая история, что Россия всегда отличается нестабильностью. Раз в 20-30 лет проходит какая-то новая денежная реформа, что-то обесценивается, где-то убирают нули. Ну, блин, непонятно, что делают, но вот одно понятно точно, жизнь становится хуже. И никаких гарантий того, что к тебе кто-то придет, что-то где-то там куда-то пересмотрит, итоги приватизации, еще что-то кому-то не понравишься. Никто не дает гарантии, что ты спокойно здесь будешь работать. Поэтому что? Зарабатываем здесь, накапливаем там. И получается, сначала платим здесь, чтобы это нам разрешили отправить туда. Там, соответственно, платим, чтобы у нас это приняли. И чтобы непосредственно это накапливали. Но происходит 23-й год. И в 23-м году берут и все блокируют. И, соответственно, приезжая в швейцарский банк, являясь гражданином Франции, просто в паспорте указана национальность русский, ты не можешь распоряжаться своими деньгами. И теперь ты платишь деньги там, чтобы тебя выпустили. И платишь деньги здесь, чтобы тебя впустили. К чему это в итоге приводит? То есть бизнесы по-прежнему остались, интересы по-прежнему остались. В России был колоссальный отток капитала. Он по-разному выражался. Начиная от прямого оттока капитала, когда, например, экспортно-ориентированные компании продавали продукцию, которая производится в России, продавали за валюту. Валюту привозили сюда, продавали рубли. Этими рублями выплачивали дивиденды акционерам. Акционеры на эти дивиденды покупали доллары. Доллары пошли туда, прямой вывоз капитала. Заканчивая косвенным вывозом капитала, когда условно можно вывозить глинозем, например, и электроэнергию из России путем поставки на экспорт чушек алюминия. Потому что для того, чтобы произвести чушку алюминия, нужен электролиз, потратить электричество. Чтобы получить электричество, нужно сжечь газ. Соответственно, газ для внутренних потребителей дешевый, электричество для внутренних потребителей дешевое. Глинозем, сырье тоже, соответственно, происходит. Относительно дешевая себестоимость в рублях добычи, да? Ты выводишь, продаешь чушку алюминия, да? И, соответственно, на этом зарабатываешь. То есть, вывоз энергоресурсов в том числе происходит. И получается, как раз-таки 2022 год стал вот неким таким, все, финита ля комедия, да? Когда европейцы, которые заблокировали все, а которые даже границу, сухопутную границу, да? То есть, ты там в Европу въехать не можешь, Финляндия закрыта, Латвия закрыта, вся Прибалтика закрыта, Польша закрыта. То есть, обложено с этой стороны никак, только перелетать, да, каким-то образом. Американцы более-менее держатся, да? То есть, американцы, ну, не так строго, например, да, которые мы наблюдаем. Но в чем суть заключается? Да? То есть, в чем выгода от этого? Получается, что российская экономика, хоть ее вес небольшой в мировой экономике, она все равно интегрирована в мировую экономику. И ресурсы все равно нужны. Да, какая-то часть перестала идти на экспорт в Европу, в Америку, но она продолжает идти в какие-то дружественные страны. И суть в том, что те же самые люди, кто большими активами владеет, они понимают, что смысла отправлять туда никакого нет. Плюс непонятные риски, вроде бы пытаются сделать какие-то ходы-выходы через дружественные страны. Но сейчас мы опять начинаем смотреть, что дружественные страны начинают блокировать, да, там, в Эмиратах что-то приезжали, да, в Армении что-то приезжали. Тут прикрутили, тут прикрутили, и везде начинаются прикрутки. И вопрос, а надо ли мне? Я просто сижу и рассуждаю, да, ну, я не олигарх, но представим, что сбылась мечта идиота. Да, сижу и думаю, да, вот есть у меня завод, отправляю я на экспорт. Так, хорошо, отправляю, получаю валюту, валюту привожу в Россию, у меня обязательства там еще наложили указом президента продавать валютную выручку. Отменят, в марте отменят, или продлевать не буду. Так, что мне делать? Раньше я это вывозил, сейчас у меня риски высокие, да, ну, то есть вывозить некуда. Ну, что, получается, здесь надо оставаться, все равно мы, скорее всего, будем какой-то маленькой дружной компанией, региончиком, да, дружить. Надо, значит, оставлять здесь. Вопрос, как оставлять? Предположим, детям моим вот это вот все, что я владею, это не надо. Ну, пока забираем, что забираю, буду забирать и покупать недвиву коммерческую. Гостиницы буду строить в Сочи, туристический кластер в Дагестане, соответственно, начинают осваивать, на Каспийском море туда залезу, в Крыму что-нибудь себе непосредственно прикуплю, на Алтае можно построить или купить уже готовое, да. Вот это, то есть, что такое большое, куда все равно хотите, не хотите, приезжать будут. Посмотрите, какой объем продажи именно коммерческой недвижимости в России за последние, там, два года. Если я уж очень большой, да, мне вообще фартит. Есть Икея, которая уходит из России, они мегу продают с дисконтом 50%, еще согласует ли им государство за такую цену продать, да. Скажут, давайте еще дешевле. В итоге они продадут, они скажут, а вы налог еще 50% заплатите с того, что вам покупатель заплатил. Они с балалайкой останутся, а я себе мегу получу, да, все равно хочешь, не хочешь, что-то покупать будут. Пусть китайское, не европейское, но будут. И поэтому первый вариант, я бизнес, который, например, развивать не хочу и некому передавать, я для них, потому что я понимаю, что санкции, в конце концов, их когда-то достанут, если уже не достали. Поэтому получается получить дивиденды, по возможности забрать эти дивиденды, на эти дивиденды купить какую-то коммерческую недвижимость, да, нежилую. То есть это не то, что 100 квартир и сдаю в аренду, да, мои дети на этом живут. Нет, это какие-то большие крупные комплексы. То есть первый вариант, увеличение денежного потока, причем если ставка ЦБ снизится, доллар укреплится, мои сырьевые товары, мои трубы, арматуры, металлы, энергоресурсы будут стоить дорого, у меня будет это много. Да, какую-то часть государства себе опять заберет, да, но все равно я буду зарабатывать нормально и просто больший размер, увеличиваю размер дивидендных выплат. Если мне не нужно заниматься реинвестированием, увеличивать производительность моего производства, производительность труда. Второй вариант, когда и дети хотят, и я хочу, и государство меня начинает заставлять. Соответственно, я начинаю вкладывать полученную прибыль, я не вывожу, я все равно оставляю на территории России. И я вкладываю в увеличение производительности труда. Расширение производства, расширение участков, увеличение количества производимой продукции, номенклатуры производимой продукции, диверсификация активов, управление активов. Ну, то есть повышение эффективности производства и расширение производства, которое необходимо прямо сейчас. И тогда, да, во-первых, я государству могу сказать, слушай, не могу больше налоги платить. И мы видим такие примеры. Когда говорят, ребят, ну, дорогу строим железную, да, ну, вы еще хотите от нас налогов. Ну, ладно, хорошо, строишь, давай, ты платить не будешь, да. Или там, мы там новое НПЗ построили, поэтому мы не можем повышенный НДП заплатить. Мы в Арктике разрабатываем, не можем заплатить. Ну, ладно, хорошо, не плати, да. Но в итоге Арктика, новая дорога, рост производительности труда, расширение производства, номенклатуры. Долгосрочно, когда у тебя увеличивается производительность труда, ты обучаешь персонал, у тебя новое оборудование. Ты вынужден в него вкладываться, потому что ты решаешь здесь остаться. Опять у тебя капитал остается, который идет на развитие производства. И на развитие эффективности производства. И тогда для тебя важным является не только вот это вот все производство, а одним из факторов доступности финансирования. Становится открытость перед акционерами и защита долей медитарных акционеров. У тебя повышается качество корпоративного управления. У тебя становится прозрачная отчетность, да. То есть у тебя менеджмент становится заинтересованным в росте капитализации компании. И это приводит к тому, что компании начинают работать как бы более эффективно. Даже с госучастием, ну, в меньшей степени. Частные компании становятся более эффективными. И тогда опять получается, да, что шаблон порвали, туда я отправить не могу, мне или здесь оставить, получать дивиденды. Что для меня, являясь акционером акций, неплохо. Ну, потому что дивиденды будут неплохие платить. А дивиденды будут увеличиваться, потому что все равно плавненько рубль-то будет девальвироваться. Все равно инфляция, все равно инфляция в России будет выше, чем инфляция в Америке. Вот и все. Поэтому будет плавная девальвация. Но доход, который из-за этого буду получать в рублях, он будет компенсировать как валютные риски, так и инфляционные риски. Или второй вариант, компания не будет платить дивидендов. Я могу не рассчитывать на выплату дивидендов, но у компании будет расти производительность труда и будет расти капитализация. У компании будет расти выручка, будет расти рентабельность. Денежные потоки будут дисконтироваться, да, и будут пересчитываться целевые уровни по этой акции. И поэтому я получаю или дивиденды, их реинвестирую, или, соответственно, я сижу в акции, капитализация которой растет. И продавая часть этой компании, да, я могу там оперировать этим. Вот неочевидные вещи, о которых тоже хотелось в этом видео поговорить. Ребят, пожалуйста, напишите еще раз, то ли это, что вы ожидали. Есть ли вопросы, которые я еще не ответил. Оставляйте обязательно комментарии. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok